всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре авианосец не бой начинается десятый авик очень крутой что я о нем хочу рассказать для начала давайте разберемся с перками какие перки я на него поставил перки там в основном ведут у всех авиков практически одинаковые отличия идут небольшие начинал я прокачку своего кэпа с самого начала самого первого авика и затем пересаживал его с авианосца на авианосец с авианосца на авианосец и так далее и тем самым он у меня прокачался уже до десятки где-то с очками так 16 может быть 17 там остальные я уже добил либо элитным опытом командиров либо просто докачал уже нами двое используя камуфляжи и флажки такие как искры пламени там и прочие флажки которые добавляют большой буст к опыту капитана а перки я изначально выбирала такие это воздушное господство потом улучшенные двигатели авиационная броня мастер борьбы за живучесть мастер маскировки и стабилизация прицела напоследок я взял отчаянный но там есть выбор такой как улучшенный форсаж пункт наведения истребителей последний рывок ускорение торпед который ускоряет скорость торпед на 5 узлов за счет урезания дистанции хода что для века это не критично в принципе довольно таки можно легко засунуть большее количество торпед в какую-нибудь более подвижную или более маневренную цель да например хорошо даже будет проспамить дымы там где стоит эсминец но это редкость поэтому я от такого перка как бы отказался и не считаю его нужным и не рекомендую никому его убрать лучше все-таки взять отчаянный как бы на мой взгляд по модернизации я взял так в первом слоте и авиагруппы модификации один во втором авиационный двигатель модификации 1 в третьем авиационные торпеды модификации 1 4 штурмовики модификация 2 в пятом системы маскировки модификации 1 и в шестом авиагруппы модификация 2 и так в начале видео я вылетел штурмовиками так как поскольку они самые быстрые и быстро позволяют провести разведку разведку и подсвет вражеских кораблей с первого захода я зашел на гинденбург его у него не особо крутое и ауры в общем короткие и скорее всего он играет с гапом без заградки поэтому легкая цель даже для штурмовиков затем я уже вылетел бобрами под саппортил своему эсминцу и ищу линкор просажу его сейчас бомбами выбью немножко его пво и затем буду продолжать в том же духе атаковать одинокие цели истребитель почему одинокие потому что с выходом обновления 80 разрабы добавили такую штуку как разрывы снарядов пво и когда большое количество кораблей 23 то этих разрывов слишком много и авиация просто не может пролететь через эти разрывы неважно как ты там маневрируешь не маневрируешь просто это практически невозможно но одинокие цели не так защищены хорошо для авика даже с выбором сектора пво и перками это в общем не особо роляет главное чтобы цель была одинока или же находилась вдали от своих тиммейтов чтобы можно было не сильно заходите ауры нескольких кораблей одновременно а то есть пролетать между аурами одного и другого корабля и так я вот уже успешно про атаковал такие корабли как гинденбург конкур и вот захожу на курфюрста курфюрт тоже в пво не сильно силен с учетом того что у него есть перки на пмк это базовая огневая и усиленная него я но вошел особо сильно они ему вряд ли помогут и так дальше продолжаю атаковать более скоростными авиагруппами то есть это бобры и ракеты почему так потому что чем ты быстрее гряще атакуешь противника тем меньше у него шансов отхилиться потушить пожары и тому подобное быстрее его просаживаешь быстрее он уходит форт и тем самым приводишь команду к победе знаю что на точке c эсминец пытаюсь его найти и с первого захода делаю минус почти 6000 с эсминца что для него очень даже критично поскольку я этих заходов могу сделать 3 а у эсминца хп ну не восстанавливается и делаю также второй заход снимаю с него тоже значительные цифры урона в общем эсминец просаде просел где-то на десятку даже больше с захода одной эскадрильи эти эскадрильи у меня восстанавливаются а вот у эсминца хп нет и я делаю следующий заход но уже его добивать без меня но тем не менее имбовость авика против эсминцев просто зашкаливает и я не знаю почему разработчики этого не видят но а вику забрать эсминец практически любой не составляет никакого труда вот и вам продемонстрировал то как эсминец очень быстро отправляется в порт хоть раз я был и не мой но тем не менее просадила его очень такие значительно теперь я опять также решаю вылететь ударами своими бобрами найду цель которая более-менее слабо в пво и не находится в ордере вот есть гинденбург и есть также курфюрт нужно добивать того кто дальше всех поскольку он уходит для того чтобы отхилиться и мои союзники его добить не смогут поскольку они находятся далеко и дальность их них орудия ограничено у авика таких ограничений нету поэтому я решаю добить именно курфюрта поскольку пво у него уже немножко выбито плюс к тому что он если отхилится то вынимать моим союзником из него хитпоинты будет немножко тяжелее потому что он слишком бронированный это займет какое-то время а если мы не дадим ему отхилиться то в принципе и будем его еще и светить то как бы найдет уйдет он на дно очень таки быстро затем я думаю заняться каким-то более кто поближе но сейчас я вижу то что на центре есть минотавр поскольку он захватывает точку b я думаю проспамить его торпедами в дымах вдруг он поймает вдруг нет но в общем по-любому это хотя бы его как-то выкурит оттуда к сожалению замечаю что он уже не в дымах это была моя ошибка я пропустил его торпедами атаковать его бесполезно поскольку он слишком маневренный но вот ракетами или бомбами это очень таки легкая цель для них все-таки ракеты наносят хороший урон хорошее пробитие есть минотавр не имеет особой брони и поэтому в него зайдет очень таки хорошо плюс к тому что я еще могу прилететь его ауры разрывов очень таки быстро именно ракеты вот я нанес ему урон делаю разворот и наношу еще как вы могли заметить я плюс ему еще выбил модулей там торпеды были по моему еще кого в общем атака прошла успешно папа вашему крейсеру которого якобы авик должен бояться но увы такого нету дальше с вылетаю торпедами поскольку у нас есть еще не забитый наш курфюрст плюс к тому еще есть конь в общем атаковать есть еще кого попутно смотрю альтом сколько у меня эскадриль и и через сколько они становятся это к тому что эскадриль и у меня восстанавливается а вот хп у моих противников не так восстанавливается особенно у эсминцев и раньше было я считаю что более сбалансированных особенно вот в том плане что у авика было кд на взлет там чтобы поднять одну эскадрилью требовалось по моему 10 секунд плюс еще была перезарядка этой эскадрильи после того как они сели на авианосец у них был кулдаун на перезарядку в общем у истребители это было очень там быстро я не помню вот сколько ну там меньше 20 секунд у бобров это было чуть более там 20 секунд а у торпед носов это занимало по моему то ли 35 секунд то ли что-то типа того плюс еще 10 секунд на взлет каждый эскадриль и сейчас же я могу поднимать любую из эскадрильей не тратя время на то чтобы эскадрилья поднялась воздух а затем я уже смог ее куда-либо направить или же а кого-нибудь про атаковать поэтому просто смотрю на восстановление своих самолетов как которые меня будут готовы уже к взлету чтобы знать какую эскадрилью случае чего поднимать и тем самым выбирать цель которую я буду атаковать теперь я решил взять бобров поскольку остались такие цели как домой я бы хотел именно его про атаковать поскольку сильно прикрывать своим твоего коня что не очень выгодно но к сожалению моя атака проходит мимо они столкнулись и это не рассчитал но тем не менее набил уже более 100 тысяч и продолжаю атаковать как видите эскадрильи у меня практически все целые то есть я могу поднять практически полное звено самолетов любых файтов вот бобров или торпед и успешно про атаковать какую-либо цель с учетом того что противников осталось уже немного и его их не она уже не столь опасно особенно остался огонь который ну в пву не очень сильно был раньше и сейчас в принципе тоже так же вот я скидываю на него торпеды они хорошо заходят и приносят мне фраг и я поднимаю ракеты ракетами я хочу про атаковать демойна поскольку он также не сильно будет держать удар ракет поскольку броня его не удержит прямое пробитие плюс еще могу повесить пожар но прессор пожар-то не смертельно вот я захожу пытаюсь зайти к нему в борт чуть-чуть промазал там остров помешал я это не учел но тем не менее пожар пожар я повесил делаю разворот и захожу на него еще раз при этом я из трех моих попыток атаковать я одну как бы он только сбил получается из 9 самолетов он сбил три миг то есть 6 у меня для атаки оставалось еще вот я один раз я промазал второй раз я нанес ему семь с половиной тысяч что для крейсера в принципе довольно таки ощутимо поскольку восстановить он это сможет не скоро хилка имеет такой кул даун и а мои авиагруппы в принципе его не имеют и у меня есть такое преимущество я могу просто за авиас память любой в принципе корабль даже такой опасный как дымой вот его про атаковал только вот ракетами и теперь я вот захожу на него бобрами в принципе его опять поджигаю опять просаживаю на хп в общем времени на то чтобы отхилить то что ему просадил у него практически нету и отбиться от авиаударов он в принципе не может и это мне кажется очень таки дисбалансно поскольку пулдауна и самолетов нету и так мои союзники забирают все-таки дымой на я не успеваю до него просто долететь и обратите внимание что дымойн сбил минуту назад три моих самолета казалось самых слабых это штурмовики которые предназначены для борьбы с эсминцами и вот у меня опять авиагруппа опять в полном же составе я пытаюсь найти эсминца к сожалению замечаю это уже поздно но он стоит наверняка в дымах и просадить мне его не удастся времени мало победа за нами но в принципе суть того что авики слишком уж имбовые всем кому было интересно это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите в комментариях также я хочу снять еще несколько видео если вам это интересно пишите в комментариях я обязательно сниму всем спасибо не болейте не скучайте всем удачи всем пока 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 пока